Сахарный диабет? Да, сахарный диабет. А тут я и не могла, еще боялась за это вот ими ложиться. Все-таки я не болела коронавирусом-то. Боязнь была, вот тут согласилась. Таких пациенток, как Надежда Гаврилова, в эндокринологии шутя называют сладкими женщинами. А поскольку течение сахарного диабета нужно держать под контролем, госпитализация – явление регулярное. Правда, коронавирус тут внес коррективы, но сейчас эпидситуация стабильная. Стало быть, все отделения центральной медсанчасти функционируют по классическому сценарию. Непосредственно в эндокринологии произошли позитивные перемены. Проведен капитальный ремонт с необходимой обработкой. Добавились современные фишки. Еще в ковидные времена отделение обзавелось мини-сейфом. Для чего это было сделано? Поступали тяжелые пациенты. На них были какие-то дорогостоящие украшения, которые, естественно, могли пропасть, чтобы этого не случилось. Вот такие надежные ячейки, вот такие пакеты. То есть положили, убрали. И дальше уже пациент получает гарантированное лечение. Его драгоценность тоже в полном порядке. В эндокринологии 55 койко-мест. Занято чуть больше половины. Так что, от ринов страхи и сомнения, можно ложиться на плановое лечение. Надежде Николаевне, к примеру, не подходила прежняя схема терапии диабета. Грамотно заменили. Самочувствие улучшилось. Мы, наверное, убедились, что новая схема инсулинов работает гораздо лучше. Прекрасно работает. Да. С помощью этих инсулинов мы можем с вами добиться гораздо лучшего контроля сахара в крови. И самое главное, улучшение качества жизни. Чтобы это удобно было. Продлить жизнь пациента непосредственно с сахарным диабетом, снижая риск сердечно-сосудистых осложнений. Это наша главная цель. Спасибо большое. Одно из наиболее частых осложнений – инсульт. В горькой мировой статистике фиксируется до 15 миллионов случаев острого нарушения мозгового кровообращения ежегодно. Треть пострадавших погибает. Виной тому во многом неосведомленность населения и попустительское отношение к собственному здоровью. Вот иногда приезжает, например, наш центр здоровья выезжает, да. Да, вот слабость в руке, слабость в ноге. Сколько времени уже? Да недели две. Ну, понимаете, это, конечно, уже научить просто людей надо. Надо, чтобы они нас слушали, слышали и следовали нашим рекомендациям. Как в отдаленных селах, так и в городе. Почему инсульт и сахарный диабет в одной плоскости? Как избежать и того, и другого? Максимально простая, но такая важная информация ждет вас в медицинском тележурнале «Будь здоров». Сегодня, 1 ноября в 19.30. Не пропустите. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Максим Архипов. Репортер 73.